Духовно-образовательное Программа просто пытается сделать так, чтобы вы немножко задумались о том, что же все-таки происходит в вашей жизни, с вашей жизнью, с жизнью ваших родных, близких и так далее. И вообще людей вокруг вас. Итак, у нас в студии ведущая программы Нина Бастет. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И номер телефона в студии 847-400-5200. Если появятся вопросы или какие-то короткие мысли, пожалуйста, звоните, будем обмениваться. Ну а пока мы продолжаем или начинаем. Прошу. Начинаем. Как всегда, я хотела бы начать с того, что послать благословление вам, дорогие радиослушатели, через меня посылает свое благословление моя богиня-прокровительница Бастет. И когда вы слушаете мою программу, вы расслабляйтесь, пожалуйста, получайте удовольствие, и она вам посылает любовь, благословление и счастье. И особенно это важно сегодня, когда тема нашей передачи очень интересная, но пугающая. И тема называется «Родовое проклятие. Миф или реальность? Существует ли такое понятие, как родовое проклятие?» Мы все чаще слышим эти страшные слова, и слышим мы их из множества мест. По телевизору, истории от разных людей, некоторые те люди, которые ходят гадалком, им наверняка уже где-то кто-то мог даже сказать такое. От битвы экстрасенсов всегда показывает, очень часто, почти в каждом сезоне есть «Родовое проклятие». Но существует ли это на самом деле? Я уверена, что многие из наших радиослушателей уже слышали страшные истории. И чем же все-таки... Либо слышали, либо даже могли видеть разные фильмы про эти истории. Да, или, не дай бог, будем надеяться, что немного людей, но, может быть, даже у них в семье это тоже есть. Что же такое родовое проклятие, чем его можно охарактеризовать? Это такие ужасные истории, которые случаются из одного поколения в другое, передаются. Знаешь, знаете, как говорят, по наследству, это ранние смерти. Обычно это идет по какой-то линии, или мужской, или женской. Это алкоголизм, это разводы, это когда или женщина, или мужчина остается один рано. То есть это или вдовство, или, ну, то есть, как для мужчины вдовство, вдовец, да? Вдовец, да. Это поздние браки, или вообще невозможно выйти замуж. Это невозможно изучать ребенка. Это автоаварии, частые неприятности, связанные с огнем, с водой. Это могут быть колоссальное количество свешенных вариантов между собой. Но если это повторяется часто во многих поколениях, то есть дядя, ну, дядя, браты, сестры, whatever, родственники, то это можно назвать таким термином, как родовое проклятие. И я думаю, что если люди уже знают те, которые, если у них, не дай бог, такое происходит, то они наверняка ходили к гадалкам, ходили к экстрасенсам и уже имели такой диагноз. А можно ли проследить, когда это проклятие было нанесено? К сожалению, к сожалению, в нашем вот постсоветском пространстве, да, учитывая такое количество, у нас были революции, войны и людей, то есть правительство и партия заставляли нас забыть о своих родственниках, да? То есть последние, я не знаю, несколько сотен лет, наверное, очень многие из нас потеряли связь свои с корнями, корнями, то есть мы знаем своих бабушек, дай бог, знаем своих прабабушек, но на самом деле родовое проклятие, даже в Библии написано, распространяется на семь поколений, то есть семь поколений, очень мало кто в нашем обществе может проследить, к сожалению. Может ли родовое проклятие быть нанесено, ну, как правильно сказать, наложено своими же родственниками? Да, да. То есть в бывших поколениях и так далее. Да, 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 я расскажу про это, да. Окей. То есть вообще эти вещи называют не только родовым проклятием, то есть некоторые люди слушали, это может быть родовая карма, плохая карма семьи, это может быть семейная история, да, которая, это родовая история. И эти все события, которые проходят, это, к сожалению, часто, что вот эти события, которые случаются в этой жизни с людьми некоторыми или с членами их семьи, они связаны с событиями предыдущих поколений. То есть и так как это отражается на семь поколений, то, и, к сожалению, мы не можем проследить эти семь поколений, ну, очень редко кто может. Потому что есть, конечно, там, наверное, староверы, которые могут проследить больше, чем семь поколений, да, то есть или верующие люди, у которых всегда это велось, даже если они в подполье уходили во времена там Советского Союза, но тем не менее... То есть в принципе родовой проклятие... Знаешь, меня всегда, я прошу прощения, меня всегда интересовала такая вещь. Мы знаем, что из поколения в поколение очень часто передаются какие-то, допустим, там, это кольцо моей прапрапрапрабабушки, или это, там, иконка моей прапрапрабабушки. Могут ли вот эти предметы быть, оказывается, ну, проклятыми или приносить несчастье, несмотря на то, что люди передают их... Но, в принципе, могут, конечно, да, да, особенно, могут. То есть нужно быть аккуратным с тем, что у тебя есть. Потому что и камни, и металлы, и вообще всё-всё-всё в мире существует, имеет память, имеет своё сознание. То есть мы можем его не понимать, это сознание, но оно есть. И если я рассказывала в прошлой передаче, рассказывала про такую женщину, Долорес Кеннон, которая делала очень много регрессий в прошлой жизни, помните, мы говорили? Да, да, конечно, конечно. Так вот, в её прошлых жизнях люди видели себя и камнями, и животными, и растениями. То есть они не просто их видели себя этом, у них было сознание. То есть они знали, что с ними происходит. То есть ничего просто так не бывает. Поэтому, конечно, если, например, мы же знаем, да, что если зеркало висело в плохой семье и набрало очень много негатива, то оно будет транслировать этот негатив. То есть нам как бы отражается это. Поэтому, да, это может, но это не об этом. Потому что проглятие – это намного сильнее, чем просто там негативное влияние какой-то вещи. То есть, в принципе, это метафорическое понятие, которое как бы объединяет членов одного рода в нескольких поколениях, связаны с ними похожими событиями. То есть им, я уже сказала, мы не можем найти своих поколений, поэтому мы не знаем. Но, тем не менее, очень часто люди знают, например, там, дедушка или прадедушка умер рано. И вот эти кармические события, я буду называть их, может быть, лучше кармические события, чем родовое проклятие, но эти кармические события семейные начинают не сразу действовать. То есть человек может добиться очень высоких успехов, он может добиться признания, славы, денег, и потом раз, в какой-то момент все это теряет. То есть если, особенно, кстати, это уже известная вещь, если связана, то есть если были в семье разорения, если были, как в Советском Союзе, в посткоммунистической, они там, экспрокреация, да, там, высылки. Ну да, да, да. То есть каждый из этих событий триггер другое событие в жизни сегодняшних людей. Раскулачивание. Раскулачивание. Это вот чисто, эти вот эти вещи, это чисто влияет на деньги. То есть если было разорение, раскулачивание, забирание имущества, то это на нашем поколении связано именно с потерей денег. Там другие события. Люди, которые, например, умирали на войне, погибали. Это вызывает очень часто ранние смерти. Если были, например, какие-то события, связанными с самоубийствами, то это тоже вызывает. То есть, например, человек живет себе спокойно, и вдруг в каком-то возрасте, близко к тому возрасту, когда вот этот первый, кто-то у них в роду, или там папа, или дядя, или у него начинаются суосадные мысли о самоубийстве. То есть как бы, и это очень часто происходит в одном возрасте, в одно время. То есть человек может не чувствовать это всю жизнь, и вдруг это происходит. Конечно, если идти к врачам и думать, как это происходит, то очень часто вам скажут, что ничего не происходит, ничего нету, все это придумки и так далее. И даже раньше такая наука, как психология, не воспринимала это. Но психология тоже очень молодая наука, ей всего там около 200 лет, но зато есть такая сейчас молодая совсем наука, которая называется психогенетика. Так вот, психогенетика признала существование таких вот родовых программ, негативных родовых программ, которые мы можем назвать родовым проклятием. А в народе есть такие поэтические или метафорические названия этим разным видом. Например, у нас есть, в народе называлось свинское проклятие. То есть это проклятие, когда человек начинает жить как свинья. То есть это наркотики, алкоголь и так далее. Баби дом проклятие было такое понятие. То есть это вот, когда очень много вдов, одиноких женщин, вот такое, да, птичье проклятие. Это человек, вот как я говорила про деньги, то есть человек добивается, добивается, а потом вот как птички склевали весь хлебушек там, так же самое деньги он абсолютно все теряет. То есть вот в народе назвали каждое проклятие по-разному. И... То есть это уже даже, это уже даже не вопрос, существует ли это. Есть такая наука, которая называется родология, которая занимается тем, что помогает людям восстановить связь родом, понять птичь откуда, откуда, с какого поколения, может быть, даже найти идет это. И хотя бы до четвертого колена. То есть вот как я провожу консультации, то есть мы до четвертого колена хотя бы проверяем род. Но это нелегко. И я думаю, что есть люди, которые уже ходили каким-то гадалкам, экстрасенсам, и очень много интернет пестрит, типа сниму родовое проклятие. Очень важно, чтобы люди, которые, не дай бог, есть это в семье, поняли о том, что это не происходит по мановению волшебной палочки. То есть никакой маг, никакой волшебник вам не сможет снять родовое проклятие. То есть это как, знаешь, кто-то берет и говорит, я сниму вашу твою карму. То есть это твоя карма, а ты что будешь делать? То есть ты как бы мою карму на себя возьмешь? Обычно происходит наоборот. То есть с удовольствием все перекинут свою плохую карму на вас. Поэтому будьте очень с этим осторожны. Никто не сможет поменять карму человека и человеческой семьи без участия самого человека. Участия этого человека, конечно. То есть то, с чем я сталкиваюсь. Мы уже много говорили о том, что Земля все-таки меняет, меняет свое, да, то есть мы идем в другое измерение, то есть повышается вибрации. И именно с этим связано такое количество людей, появившихся на этой земле, именно с родовым проклятием. Почему? Потому что ведь их предки уже ушли. И нужно кому-то все-таки почистить. То есть почистив род, почистив род, убрав это родовое проклятие, не только этот человек сможет перейти на высший уровень, и когда Земля перейдет в другое измерение, а мы вроде уже где-то там посредине, да, ну, может быть, еще несколько сотен лет нам придется переходить, будет переходный период, то и предки тоже смогут уйти в высшее измерение. Потому что если род будет, некому чистить род, и это родовое проклятие висит, это как камень. То есть тело не может всплыть. Так же само и душа не сможет подняться на высшие уровни без того, чтобы кто-то почистил эту карму. Потому что это могут быть очень странные вещи. Это могут быть, кто-то кого-то убил, кто-то кого-то обидел. И вот я расскажу несколько случаев известных, которые известны всему миру. Просто, ну, кто-то знает, что это об этом говорят, как о родовом проклятии, кто-то нет. Например, такой человек, как Айсидора Дункан, многие знают, что о ней говорят, что на ней было родовое проклятие. Кто-то даже говорит, что, может быть, это вот машина смерти, поэтому она там типа погибла во время этого. Но на самом деле с Айсидора и Дункан начали странные вещи происходить с самого рождения. То есть в двухлетнем возрасте она чуть не сгорела. Ее родители выбросили за окно прямо на руки полицейским, чтобы она не сгорела. У нее был отец банкира, она жила вроде бы в такой хорошей семье, но тем не менее отец банкир, у них не просто банкир, у них был банк. То есть сегодня банкир, это не то же самое, что в те годы был банкир. То есть банкир имел банк, и он в принципе создал что-то похожее на МНМ. То есть он брал деньги и с этими деньгами своего рода пирамиду. Пирамиду устроил, да. И когда это все открылось, он просто сбежал. То есть он сбежал с деньгами. Вы можете себе представить, какое количество людей прокляло и посылало проклятие, и хотели линчевать его, но найти его не могли. То есть он бросил семью с четырьмя детьми и подался в бега. Мама у нее тоже была очень интересный человек, которая, когда носила, была беременна и носила Исидору, говорила, что да, может быть, мне деньги на хлеб не хватает, но хлеб не обязателен, а вот искусство обязательно. При этом кушая oysters и запивая шампански. И все это очень сильно отразилось на жизни самой Исидоры. то есть у нее было очень много пожаров в жизни, например. То есть вот она начала, в два года пожар начался, да, то есть мы не знаем, что было в предыдущих поколениях ее родственников, но у нее даже один был пожар тогда, что у нее сгорели абсолютно все костюмы и все декорации. И вот то, как она выступала в одной тунике и босиком, это была случайность. То есть ей пришлось выйти так, после пожара, и она после этого и делала ее сценическим, сценическим лицом, да. Но она очень... Ее преследовали и аварии. У нее в аварии погибли двое детей, которые просто в машине разбились и утонули. И после того, как у нее родился третий ребенок, он был... Он умер очень быстро, то есть он был неживой. Она постоянно влюблялась. Она была очень... У нее были очень неупорядоченные связи. То есть зато она всегда пила, как мы говорим, шампанское, да. И так же, как ее отец, она очень халатно относилась к деньгам. Она их хорошо зарабатывала и так же хорошо теряла. Вот мы говорим очень... Вот ты говоришь сейчас, там нужно почистить карму. Почистить карму и отработать карму. Это одно и то же или нет? Чистка кармы... То есть одним из условий чистки кармы является ее отработка. То есть просто люди, которые никогда этим не занимают, не понимают, что такое отработка. Отработка кармы это значит прожить какую-то ситуацию, которую тебе посылает... посылает Бог и правильно раскрутить вот этот узел. Это... Но прочистить родовую карму это немножко больше даже, чем прочистить собственную. Это больше, чем... Окей. Я хочу, чтобы люди поняли, что не просто все ситуации мы не можем сказать. Окей, это родовое проклятие. Вот у меня вот, блин, я разорился, это родовое проклятие. Там я... У меня там кто-то там алкоголик, это родовое проклятие. Нет, это есть еще персональная карма. Очень много чего вовлечено. Родовое проклятие это тогда, когда много поколений преследуют какие-то неудачи. И обычно эти неудачи или несчастья или проблемы в принципе в одном русле. Но просто это русло, потом все, с каждым поколением все расширяется, расширяется и расширяется. И проблема в том... Ну вот смотри, Эсидори Дункан говорила, там я не помню фамилию этой артистки великой, тоже с ней была. Она ей говорила, что поменяйся, просто поменяйся, перестань так жить. И... То есть если бы она поменяла свое поведение, она бы перепрограммировала, как бы говорят, свои гены, да? Но она не смогла это сделать, потому что проблема в том, что человеку самому, находясь внутри своего собственного жизненного сценария, очень тяжело определить корни своих проблем. То есть ему нужна помощь, то есть он может понимать... Это точно так же, как когда говорят, на тебе порча. И человек, на котором порча, будет вам никогда не верить. То есть он скажет, да что ты придумал, нет на мне никакой порчи. Потому что порча делается именно так, чтобы человек, именно он внутри этой своей жизни, вот непонятной, и он этого не понимает. Такие вот есть кормить сценарии, да, вот родовых проклятий, например, когда усыновляют ребенка, удочеряют или усыновляют, и вроде все нормально, и вдруг в каком-то возрасте ребенок начинает пить. Хотя эти родители прекрасные, и никакой... Нету независимости никаких. То есть, ну в принципе, если этому ребенку дать любовь и поменять его сценарий, то эту карму, может быть, можно поменять, а может быть и нет, потому что карма, на самом деле, вот такая вот, ее можно перебросить. Например, семья Кеннеди. У нас, наверное, не будет времени уже рассказать про семью Кеннеди. Да, я предлагаю сделать по-другому. Мы сейчас уйдем на перерыв. И лучше-лучше вернемся на пару минут раньше. Абсолютно. Оставайтесь с нами, будет интересно. Дорогие друзья, мы возвращаемся в программу Нины Бастет. Неочевидное, но вероятное. Номер телефона в студии 847-400-5200. Нина сейчас, конечно же, вернется к своим интересным историям о том, что такое все-таки родовое проклятие или это карма. Но, тем не менее, просто интересно было бы услышать ваше мнение, что вы считаете по этому поводу. То есть, существует ли такое понятие, как родовое проклятие по-вашему? Ну, и вот что-то в этом ракурсе. Поэтому, пожалуйста, звоните. Действительно интересно ваше мнение. Ну, а пока прошу. До того, как я начну передачу, я хотела сделать объявление. Я говорила несколько передач назад о том, что вот в эту субботу я уезжаю в Перу и буду производить вместе с шаманом магический ритуал на исполнение желания. И также, если у вас есть какие-то проблемы, связанные вот с родом, то можно немножко начать прочищать род. То есть, если вы не готовы поехать в Перу в этот раз, то можно начать работу сейчас, находясь здесь, в Чикаго. Вы можете присоединиться к ритуалу, и это вам может помочь во многих вопросах, а в чем конкретно, я должна рассказать индивидуально. Поэтому, если вы хотите, вас интересуют какие-то вопросы, вы можете звонить по телефону 224-688-0155, 224-688-0155, чтобы присоединиться к ритуалу, это платный сервис, но это может помочь очень многим вопросам. Я хочу сказать, вернемся к тому, что родовое проклятие, но я хочу предупредить о том, что снятие родового проклятия вообще не означает, что у человека все сразу начинает меняться, и как мгновенно появляется счастье. Что любое снятие родового проклятия, даже учитывая работу постоянные, у человека постепенно появляется больше и больше сил, чтобы преодолевать те ситуации, в которые вовлекает его именно вот эта проблема в жизни. То есть это помогает человеку распутать кармический узел. А еще раз про родовые проклятия, вот просто как примеры того, что же это может быть. Я думаю, что многим известен пример семьи Кеннеди, клана Кеннеди, что в 63-м году сначала погиб президент Кеннеди, в 67-м году застрелили брата, до этого погиб сын в авиакатастрофе, племянник погиб в автокатастрофе, дочь погибла от передозировки, и также в семье Кеннеди присутствовало колоссальное количество тяжелых заболеваний, алкоголизм, наркотики, которые все это приводило к ранней смерти членов клана семьи. Также считалось, что почему это происходит, то есть люди говорили о том, что какой-то дальний предок когда-то отказался жениться на забеременевшей от него женщине, девушке и отдал ее в монастырь, где ее заморили голодом, чтобы она не служила препятствием для ее выгодного брака. И вот когда люди спрашивают, а может ли передаться это проклятие, считается, что может. Если мы посмотрим дальше на продолжение этой истории, то Жаклин Кеннеди вышла замуж за миллионера Аристотеля Анасиса, да? Я думаю, что многие об этом слышали. И после этого несчастье в семье Кеннеди перекинулись на самого Анасиса. В 1973 году погиб сын в автокатастрофе. Через два года умер сам Анасис. Покончила с собой его бывшая жена незадолго до этого. А в конце и дочь. Но нужно не забывать о том, что каким образом может это перекинуться на другую семью. Анасис был очень любим женщинами, да? Я не знаю, за что. Был ли он такой крутой мужчина или был ли он просто слишком богат? Ну да. Но так на фотографии смотришь вроде ничего. И наверное можно сказать, что он принес очень большое несчастье одной из его женщин, которая очень его любила. Это была оперная дива Мария Калас. Это известная история. То есть она с ним жила, я не помню, по-моему, около 9 лет. Она ради него бросила, ушлась из семьи. Когда она забеременела, он заставил сделать ее аборт. Она оставила карьеру. И в один прекрасный день он просто ее выбросил из своей яхты, как просто ненужную вещь. Мария Калас провела жизнь в одиночестве и умерла, так и будучи одна, не выйдя больше ни на сцену, не имея ребенка и никого близкого. То есть, как мы видим, если мы говорим семья Кеннеди, тоже проклятие у нее началось из-за предка, который связывался, ну, сделал очень большую женщину, как бы просто убил, в принципе, да, то здесь то же самое. Этот человек тоже неправильно обошелся с женщиной. А если с кем-то действительно неправильно обойтись, то есть незаслуженно, то именно это проклятие просто садится на этого человека. То есть карма его догнала таким образом, что он просто женился на Жаклин Кеннеди и тогда все поменялось в его жизни. У нас есть звонок, давайте попробуем послушать. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Спасибо, очень интересная тема всегда. Когда не успеваю в связи с работой слушаю вас в архивах. Прошлая передача тоже была интересная. о нострадамусах, пророках и прочее. Вы знаете, я хотел спросить вот такой вопрос. Ну, проклятия же вот бывают как бы само собой, бытовые, такое неестественное, как в пору гнева скажешь, там, будто проклят, это понятное дело, Но бывают же и проклятия, которые магические, сделанные специалистами. И у меня такой вопрос. Вот знаете, есть проклятия, используемые в охранных целях, такие как проклятие гробниц фараонов, потом проклятие кладов и драгоценностей. Можно ли снять с, например, перстня, который был проклят и передается из поколения в поколение, снять это проклятие, чтобы он приносил удачу, а не приносил проклятие и неудачи? Благодарю. Благодарю вас за звонок. Я, честно говоря, не знаю, но я думаю, вот если мое чувство по этому поводу, то, наверное, нет. Потому что нужно не забывать о том, что это было, как бы, это ведь защитное проклятие, то есть оно ведь сделано для того, чтобы этот перстень или это изделие никто не носил и никто не взял. То есть мы просто, мы же не знаем, я думаю, что могут вам рассказать кучу вариантов, как это сделать, но по-настоящему я не думаю, что существуют сегодня такие маги, которые могут это сделать. Почему? Потому что вообще самым большим магом 20 века считался Алистер Кроули, а сегодня таких магов уже нету, хотя многие объявляют себя великими колдунами и колдуньями. Во-вторых, все-таки нужно учитывать о том, что я думаю, что проклятие фараонов, кто такие были фараоны, нам не совсем известно. И что за проклятие они сделали, мы тоже не знаем. То есть это наши слова проклятия. Я думаю больше, что то, кого мы называем богами и были воплощены фараонами, то есть они имели очень сильную связь с этим, и проклятия там нанесены божественными сущностями, защитные, то есть защита сделана божественными сущностями именно для того, что, наверное, человеку не нужно иметь эту вещь. Я думаю, что единственный способ снять такое проклятие, это если просто этому пришло время. То есть если высшие силы считают, что, окей, например, это кольцо было там для чего-то две тысячи, пять тысяч лет нельзя было людям иметь, а сегодня пришло время иметь это кольцо, то тогда это проклятие снимется само собой. То есть тогда это кольцо может принести, наоборот, дать огромную силу этому человеку, если эта сила во благо, потому что сегодня очень опасно использовать эту силу не во благо, и поэтому именно закрываются эти вещи. Поэтому такое проклятие тоже есть. А вот бытовые проклятия это еще опаснее, чем просто родовое проклятие. То, что может сказать там родители детям, это чистое программирование, это как неверлингистин, НЛП есть такое, да, такое понятие. То есть мы даем программу человека, который, например, мать может сказать, вот никогда ты и не женишься, будешь такая, вот такая, никому ты такая нужна. И у дочки конкретно уже никто, она никогда не найдет себе мужа. Или когда мать скажет, вот ты вот точно такой, как твой папа, алкоголик, и ребенка запрограммировать на алкоголика, или можно сказать, точно сумасшедшая, как твоя мама, и дочку запрограммировать на сумасшествие. Окей, а можно ли это тогда сделать reverse, вернее, обратку включить вот этим проклятием? То есть это работа, вот это уже работа самого человека, того, на ком это проклятие. Конечно, если мать соображает, что она это сделала когда-то, то если она может работать с этим, ну, скорее всего, это ведь отображается уже на взрослых людях, то есть мы не говорим о маленьких детях, мы говорим про взрослых людях или тинейджеров, или те, которые уже совсем взрослые, то есть работа двой, совместная работа этих людей, конечно, может это избавить. Совместная. То есть это или если мать этого не понимает, то человек должен пройти серьёзные испытания, серьёзно себя, понимаешь, это почистить своё подсознание, то есть это то, чем я занимаюсь всё время, то есть то, чем занимается психология, то, чем занимается колоссальное количество сегодня других практик. То есть нужно сначала найти, откуда это идёт, но всё это открывается слоями, то есть понимаешь, вот когда такое человека происходит у человека, то одно проклятие притягивает другое проклятие, и это как снежный ком, оно растёт и растёт и растёт, то есть один комплекс вызывает другой комплекс у человека, оно растёт, и для того, чтобы его раскрутить обратную сторону, нужно сливать, сначала снимать какие-то совершенно незначительные вещи, потом поглубже, потом поглубже. И поэтому, поэтому это так тяжело. И на самом деле, если, я много рассказывала о том, что есть много техник, психотехник, работы с этим, с подсознанием, потому что работа с проклятиями, это работа с подсознанием. Может ли помочь какая-то гадалка или какой-то магический ритуал в этом? Может, но каким образом она поможет? Потому что же люди идут гадалки, идут, делают магический ритуал, думая, всё, завтра я буду счастлива. Как я уже сказала, никто завтра счастливым не становится, это первое. Второе, каким образом может помочь? Она может снять тот первый, самый главный слой, который закрыл истину. И тогда человеку становится легче работать и раскручивать клубок кармы. Дальше идти. Я вам скажу, я работаю со своей кармой, с кармой рода, я думаю, уже около 10 лет. И я надеюсь очень сильно, что это подходит к концу. Но, в принципе, духовный рост никогда не кончается, потому что, ну как можно там сотни жизней или сотню жизней, я ещё не знаю, сколько точно я жизни прожила. И все эти, а род-то разный, если мы говорим. То есть вот сегодня я вырвала этот род, да. И мне кажется, что в прошлой жизни у меня был очень, а может быть и нет, не знаю, люди те же самые, род может быть другой. Но, тем не менее, это раскрутить вот эту свою карму и карму рода очень тяжело. Но ведь мы забыли свою родню, мы забыли свой род. Чем могут помочь очень сильно шаманские практики? Потому что, когда человек, вот те люди, которые находятся в высших сферах, если есть такое родовое проклятие, очень надеются, что на каждого нового, вновь рождённого, что он всё-таки исправит их ошибки. То есть он не станет алкоголиком, а будет, то есть он сможет справиться со своими проблемами. Или он сможет сделать своё сознание таким образом, чтобы вести более спокойный образ жизни. А есть такие варианты или только надежные? Нет, есть такие варианты. То есть особенно сегодня, в сегодняшней жизни, очень много людей приходит с... То есть одна из задач их восплощения является очистка рода. Очень много. Но это очень тяжёлое. О том, что, почему это... Я вам расскажу, каким образом можно... Были доказаны, что это возможно. То есть научный эксперимент был поставлен о том, что растения облучали определёнными электромагнитными вибрациями, в которые было запрограммировано слово «проклятие». То есть это электромагнитные всего вибрации, не очень сильные. Через некоторое время это растение само погибло, а его отпрыски имели в своих клетках такие мутации, как будто бы их облучали много тысяч рентген. Это был аппарат Горяева, то есть и они сделали такой... Это не един эксперимент они сделали, они делали множество экспериментов. Ну, мы знаем о том, что растения и вообще всё реагирует на слова, и силу слова мы тоже знаем. Я уже много раз рассказывала о том, что когда делали... Замораживали воду, да, и делали... Под микроскопом рассматривали снежинки, где-то молились, а где-то говорили нехорошие слова. Нехорошие слова, включая название болезней, слово «война», слово «проклятие». И снежинки совершенно имели другую структуру. То есть это чисто разрушает... То есть негативные слова разрушают нашу генофонд. Но так и передаётся... И дальше этот поломанный ген передаётся следующему поколению, из поколения в поколение. Но хорошая весть о том, что мы знаем, и я уже тоже это много раз говорила, что взять бракованный ген и положив его в другие условия, в другую среду существования, меняет гены. То есть он может вырасти абсолютно нормальным человеком, но должна быть другая среда и желание этого человека, осознанность. Потому что неосознанный человек не сможет с этим работать, потому что работать – это нелегко. То есть это как процесс излечения рода, да, то есть а любое излечение не происходит моментально. И как же... Всё-таки можем говорить про проклятие много вариантов и много очень примеров. Но я думаю, что важно лучше сказать о том, как же... Что же делать? Хотя бы начать говорить о том, как же людям избавиться от этого. Потому что, как ни странно, многие из нас пришли в эту жизнь снять родовое проклятие. Это значит, что оно у нас есть. И это может быть очень незначительное. Это может быть... Если мы... Давайте узнём слово родовое проклятие. Это мы, скажем, программа семейная. Какая-то определённая программа. Вот я чётко знаю уже... Притом, если я уже столько с этим работаю, и каждый раз подхожу к разным программам. У нас есть звонок. Давай попробуем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемая Нина, вот я хотела спросить про другое проклятие. Вот вы помните, было проклятие, наложенное индейцами на президентов Америки, которые пришли к власти в нулевые годы, что-то я не помню, чётные или нулевые. И оно как бы постепенно-постепенно, ну, как вы сказали, сошло на нет. Оно как-то снимается или именно как вот только за счёт того, что теряют силу со временем? Вы знаете, я помню, вы об этом уже тоже как-то мы говорили, только немножко по-другому был поставлен вопрос. Я уже не помню, что я тогда отвечала. Но я думаю, что это не потому, что прошло время. Ну, мы знаем о том, что проклятие действует семь поколений, а то проклятие, о ком вы говорите, оно ещё семь поколений не прошло. По-моему, мы всё ещё на первом. Но я думаю, что что изменить... Так как было это не совсем проклятие, да, то есть они его называют проклятие, но на самом деле это был магический ритуал, я думаю, что корректировка кармы страны и корректировка кармы самих президентов, то есть если они ведут себя по-другому, чем было запрограммировано, как они должны вести, против чего выступали эти люди, их программировали, то оно само снимается. У меня было такие в жизни много вариантов, когда я встречалась с людьми и почему-то просто через меня, вот поверьте, снимается с людей какая-то магия. Почему? Я не знаю. У меня есть точно такая же ещё одна знакомая, которая просто общается с людьми, и когда она с ними общается, через неё просто снимается какая-то магия. Потому что в этот момент этому человеку, может быть, мы когда-то имели договор с этим человеком, потому что никто не встречается друг с другом просто так, ни одна встреча не бывает случайной, то есть мы запрограммировали друг друга, подписали контракт о том, что снимется какая-то магия. И поэтому это происходит. Точно так же, я думаю, что если этот человек бы, например, неправильно себя вёл и не шёл по своему пути, то эта магия бы не снялась. То есть просто то же самое с этими президентами. Я думаю, что просто может быть страна или жители страны пошли по другому пути, то есть карма улучшается, и поэтому это проклятие не сбылось, как мы думаем, или не сбывается. То есть существует... Давай ответим на следующий звонок. А, давай. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы спросить. Ну, понятно, человека можно, ну, как бы наложить проклятие, можно наложить проклятие на какие-то вещи. А вот на страну можно наложить проклятие? В том смысле, что вот судя по тому, как всё развивается в России, такое впечатление, что она проклята. То есть может ли это быть на самом деле? Спасибо. Вы знаете, я в это... Конечно, я думаю, можно наложить проклятие на всё, что угодно, но я не думаю, что кто-то вообще в мире существует. Я думаю, что страна России развивается именно так, как она должна развиваться, потому что именно через тернии к звёздам. И, в принципе, есть очень много людей, которые говорят о том, что у страны, у России большое будущее. Так что, да, есть много проблем, есть много проблем у этой страны, но я очень надеюсь, что всё-таки эта страна пробьётся. И мы не знаем. То есть это карма страны. То есть, да, но каждый человек меняет свою карму, а на самом деле очень много людей занимаются духовными практиками, особенно женщин в России. То есть если посмотреть по всем ретритам, по всему миру, то именно русские женщины, я имею в виду, ну не только русские, я имею в виду с России, люди приезжают на ретриты. И они очень серьёзно занимаются саморазвитием, духовным ростом, изменением своих отношений в семье. И поменяв себя, они смогут поменять страну. Потому что, ну, как говорят, что даже с Индии кундалини, то есть это сила, да, духовная, переместилась куда-то в другое место. Так что, может быть, она переместилась в Россию. Я не думаю, что на России есть какое-то проклятие. Есть просто очень тяжёлая карма, связанная с тяжёлыми ситуациями, которые эта страна прошла. Интересно. Итак, что же такое процесс излечения рода и как это делать? То есть первый шаг, который сделал при любом излечении, как вот если алкоголику, чтобы излечиться, он должен понять, человек должен понять, что в роду есть проблема. То есть проанализировав и сказать, а почему со мной это случилось? То есть или почему с моими там детьми это случается? Давай-ка я пойду, спрошу у папы, мамы, бабушки, дедушки, и даже какая информация есть, хоть кусочки информации проанализировать, что в роду есть проблема. И второй шаг, это человек должен понять, что проблема никогда не приходит одна. То есть не может быть только родовое проклятие или там родовая карма проблемой этого человека. Потому что, как я сказала, снежный ком, то есть да, это было первое, но потом на это наложилось много чего. Если вы посмотрите битвы экстрасенсов, несмотря на то, что говорят, что это коммершиал проект, но тем не менее там есть очень много вещей, которые правда. То есть я просто это чувствую, когда я это смотрю. И каждый экстрасенс очень часто говорит разные вещи по поводу одного и того же события или какого-то места. И все эти события правда. Только один снимает один слой, другой снимает другой слой, третий снимает третий слой. Нужно понять. Ничего нету. У нас нету только одной причины чего-то. Очень много причин. А есть ли смысл идти в определенной последовательности или в принципе это не важно? То есть ты снял первую причину, вторую, третью и так далее. От тебя это не зависит. То есть когда ты начинаешь, когда человек начинает работать, то это само собой будет происходить. То есть будут, эти будут ситуации возникать сами. И третье я хочу сказать очень важно. То есть нужно принять намерение, что я буду очищать свою жизнь от проблем, очистить жизнь своих детей, внуков, потому что для чего это? Не только свою жизнь очистить, но также очистить своих детей, внуков и так далее. Или, например, просто выйти замуж или просто, если это молодые женщины, потому что у них еще нет детей и внуков, но тем не менее, чтобы это все не передалось. Но нужно понять одну вещь. Когда вы идете по этому пути, назад дороги нет. То есть это сложный путь, многолетний путь. И дороги обратно не будет, потому что когда вы, вы не можете сказать, верни меня обратно. То есть мама, роди меня обратно, не работает. То есть если вы выбрали это, то будьте добры следовать. Иногда само, вот как вот у меня в жизни, я ничего не выбирала, меня просто поставили в такое условие, я это делаю, да. Очень мало людей, которые сами это выбирают. Ну как бы сами, что значит сами? То есть уже когда петух клюнул, и такое количество колоссальных неприятностей происходит, люди это понимают. Так как мы сейчас заканчиваем, хочу еще раз сказать, что много есть практик занятия очисткой рода. Одна из практик это родология, другая практика это шаманы, занимаются подключением к роду, потому что очень часто идут прямо из рода проклятия. То есть если кого-то забыли в роду, если роду, ну никого не вспоминаете, то эта энергия, эта энергия может забирать энергию от рода. То есть поэтому это тоже важно. Но если вы хотите присоединиться к ритуалу, который я буду проводить в Перу, то у вас есть еще 2-3 дня, чтобы со мной сконтактировать, и находясь здесь, вы будете участвовать в этом ритуале. Мой телефон для информации 224-688-0155. 224-688-0155. Это платный ритуал, но недорого. Поэтому каждый человек, у которого есть или какое-то желание очень сильное, или желание избавиться от, хотя бы начать дорогу к снятию негатива, потому что это, естественно, ничего не избавит никого от родового проклятия. Это откроет дорогу для того, чтобы понять, есть оно на нас или нет. Вот я хотел сказать, хотя бы выяснить. Да. Я уже не говорю, откуда это все идет. И не кажется ли это все человеку, или... То есть, может быть, человек сам себе что-то придумывает. Я очень надеюсь, что люди не начнут сейчас все свои проблемы складывать на родовое проклятие. Потому что, как я сказала, причин очень много. Родовое проклятие, это значит, что у вас в роду часто повторяются похожие события. Уходы жизни ранней, алкоголизм, я не знаю, там, suicidal, что там еще может быть? Разорение. Если человек хочет с тобой связаться, как это можно сделать? Человек может мне послать текст-месседж или позвонить по телефону. Еще раз, мой телефон 224-688-0155. Я очень хочу, чтобы у всех было счастье, у всех была удача. И я сейчас помолюсь за всех, для того, чтобы, если у кого есть родовое проклятие, то пусть оно начнет уходить, потепенно. Дай Бог. Поэтому будьте счастливы, будьте здоровы. И говорите друг другу только приятные вещи. Потому что слова имеют силу очень сильную. Всего хорошего. Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания.